Приветствую вас, и как мне видится ваша проблема, это так, что у вас произошло сексуальное привыкание к своей жене, и как мне видится ваша проблема, вполне возможно, что такое охлаждение ваше к ней связано с рядом негативных моментов, которые могут быть у вас, именно в вашей жизни с ней, и как мне видится, что ключевая проблема заключается именно в том, что вы не отследили момент, с которого началось вот это вот затухание, условно говоря, сексуального влечения, то есть вот вы не увидели этот момент, а момент этот, вообще-то говоря, довольно важный, потому что если мы, условно говоря, обсуждаем, почему, по какой причине у вас произошла эта ситуация, если мы говорим с вами об этом, то мы всегда говорим о причинах, поначалу мы говорим о причинах, всегда, и именно о причинах, как это не парадоксально, вы ничего не говорите, именно вот о причинах, вы не обсуждаете причины, вы не называете причины, почему у вас пропало влечение, как бы сексуально, а ведь это очень важный момент, понимаете, и вот вы говорите, значит, почему такое может быть с другими есть, а женой нет, причины этого могут быть самыми разными, начиная от того аспекта, что вы, ну допустим, допустим, свою жену завоевали, допустим, свою жену вы завоевали, а другие женщины для вас вроде как еще не завоеваны, и поэтому вы, собственно, испытываете к ним влечение. Причина может быть и в том, что у вас с вашей сыной все стало, ну например, чересчур обыденно, знаете, такое тоже бывает, и тогда нужно подумать о том, как бы вам разнообразить свою интимную жизнь, равнобравить вашу, вашу сексуальную жизнь. Это тоже довольно-таки важный, важный аспект в данной ситуации. Необходимо проанализировать ваши отношения к ребенку, потому что это очень интересно, бывает так, что мужчина охладевается в своей женщине именно после рождения ребенка, то есть вот ребенок рождается, и мужчина перестает испытывать с ней влечение. Такое тоже бывает, но это нужно анализировать, как бы с этим нужно работать, это нужно выяснять у вас. Подумайте, вот что раньше привлекало вас в вашей жене? Да, вот просто подумайте об этом. Что раньше уже не привлекало, что сейчас привлекать, грубо говоря, перестало. И почему перестало привлекать? Ну, если раньше привлекало, если раньше этого было достаточно вам, то сейчас очевидно, что уже нет. Вот соответственно вопрос, что изменилось? Да, что произошло? Что стало по-другому в ваших отношениях? С вашей женой опять же. Вот это все как раз таки нужно анализировать, потому что вот так нельзя делать выводов каких-то, серьезно. Вот так нельзя говорить о том, что послужило причиной тому, что у вас пропало влечение к своей жене. Вопрос, например, может быть поставлен еще и так. Какие у вас, условно говоря, есть предпочтения в сексе? Какие у нее? Понимаете? И насколько вы доверяете ей в этих вот ваших предпочтениях секса? То есть разговариваете ли вы с ней об этом? Говорите ли вы о том, чего вы хотите от нее, именно вот если мы говорим о сексе или нет? Если да, то, соответственно, как она на это реагирует, если нет, то, соответственно, почему нет и так далее. То есть это вот все такие довольно важные моменты, которые вот с вами нужно разбирать. Это все вот такие важные аспекты, без которых довольно сложно будет вам что-то вот здесь порекомендовать. То, что привыкание у вас произошло, это однозначно. Привыкание – это то, к сожалению, чего не сбежало ни одна, так. И без правильного, точнее, стратегии поведения по разнообразию вашей жизни, без правильного направления в этих аспектах не получится. У вас семью сохранять. Ну и вы тоже говорите такую вещь, что вот я не хочу, например, сохранять, не хочу рушить свою семью, говорите вы. Вот вы говорите, я не хочу рушить свою семью. Ну а что, вы будете, например, позволять, допустим, своей женщине мутиться, вы будете позволять своей женщине страдать, вы будете позволять своей женщине переживать или что? Вот это же, согласитесь, очень важный момент на самом-то деле. Поэтому, если вы, как бы, собираетесь действительно смею сохранять, то подходите со всей серьезностью к работе этой и вы нацеливайтесь на выяснение причин, по которым у вас это произошло. На мой взгляд, основные причины я вам назвал. И думается мне, что эти причины, они, скорее всего, и явились следствием ваших проблем. Только помните, пожалуйста, что нужен анализ. Анализ, он необходим. Анализ вашей семейной жизни. Без анализа вам помочь невозможно быть. Тем более интимная жизнь, где, в общем-то, все довольно тонко, довольно-таки гибко и нельзя делать посвечные выводы. Вот. То, что вы сексуально неудовлетворены, это факт. Вот с чем связана сексуальная неудовлетворенность, может быть, больше с эмоциональным фактором, с чувственным фактором, да? Мы говорим здесь, там, о ваших обидах, каких-то и так далее. Либо с бытовыми факторами, либо с чем-то связанным с вами, например. Это все нужно выяснить. И мне бы не хотелось сделать вот так вот просто выводы сейчас, основываясь на вашем таком вот небольшом достаточно сообщении, делать вывод относительно вот ваших проблем. И чтобы вы потом думали, что это действительно так. Я не думаю, что мы не сделаем выводы до тех пор, пока не будут ясны причины. А вот причины мы с вами пока не выяснили. Но, как мне думается, как мне видится, все это вполне реально. Главное, чтобы у вас было для этого желание и возможность, и время. И все можно вам будет поправить. И жене тоже вполне возможно обратиться к психологу для того, чтобы она сама для себя вот как раз лучше понимала, в чем ваша проблема, та, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь и так далее. А то, может быть, она и не знает даже, что у вас есть такая вот дилемма, такая вот ситуация. А это говорит, в свою очередь, о том, что вы недостаточно доверяете друг другу, а недоверие – это уже нюанс в отношениях. Поэтому вот, нужно и вздраться. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!